В дни празднования воцарения, 400-летия воцарения Дома Романовых, наша съемочная группа побывала в селе Сусанино Костромской области. Здесь, в Кровеческом музее, расположенном в храме Воскресения Христова, открылась экспозиция последние годы Дома Романовых семейной охроники. Рассказывает Эльвира Гордеева. Поселок Сусанино – административный центр Сусанинского района Костромской области, который входит в перечень исторических городов России. До 1939 года именовался он Молвитина, от слова «мол» – «холм» – «возвышенность». На этом самом холме, еще далеко за околицей, при подъеме к поселку, видны пятиглавые купола церкви Вознесения Христова, построенной в 1690 году. И увековеченные в знаменитой картине художника-передвижника Саврасова «Грачи прилетели». Напоминанием сегодняшнему поколению сусанинцев и гостям поселка о мастере русского пейзажа и его бессмертном творении – памятная доска на фасаде храма. Этот храм в 1690 году построил владелец нашего села Петр Михайлович Салтыков, который был племянником Ксении Ивановны VI. То есть иконы в храме, в Анастасии, были подарены царскими родственниками. Как раз здесь и прослеживается связь романовых, династии романовых с нашей сусанинской землей. Каждый год музей Сусанина, расположенный в здании знаменитого храма, участвует в организации сусанинских чтений. Вот и в этом году, 27 мая, пройдет крупное мероприятие с участием местных краеведов, историков, работников культуры и сотрудников палат бояр романовых в Москве. А пока, к 400-летию, восшествия на престол династии романовых, здесь развернулась тематическая фотовыставка. В нее вошли семейные хроники последних лет правления дома романовых и копии исторических документов. Это письма, дневниковые записи, фотографии царской семьи. И, конечно, эта выставка вызывает большой интерес у посетителей нашего музея. Вот только сейчас от нас уехали представители как раз чтений романовских, которые познакомились с удовольствием с этой выставкой. Именно с этого храма в Сусанино начинается экскурсионный маршрут, связавший одной из сюжетной линий и будущего императора Михаила Федоровича, по одной из версий в 1613 году, находившегося в 8 километрах от поселка, в своем родовом селе Домнино. И крестьянина села деревеньки Ивана Сусанино, ценой своей жизни спасшего от неминуемой смерти юного царя. И художника Саврасова, своими грачами, добавившего художественной эстетике восприятие местных красот и просторов. Как раз вот на этом месте стоял дом одного из богатых шапочников, куда он был приглашен по частным визитам. И вот здесь этого дома уже не сохранилось. Он делал этюды, наброски, картине, которая принесла ему мировую известность. Покидая этот гостеприимный уголок Костромского края, на память о визите съемочной группы телеканала «Союз» в поселок Сусанино, мы подарили местному краеведческому музею книги о венциносных представителях романовской династии.